Привет, друзья! Я Камил Ахметов, автор книги «Кино как универсальный язык». Сегодня мы узнаем, что на самом деле происходит в криминальном чтиве, и при чем здесь постмодернизм. Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1994 года получил новый фильм молодого режиссера Квентина Тарантино «Черная комедия. Криминальное чтиво». Кино низкого жанра. Так, в эпоху постмодернизма возникло новое кино. В отличие от структурированного, упорядоченного в мире модернистов, мир постмодернизма представляет собой хаос, сумму бессвязных фрагментов. И это отражается на драматургии. Криминальное чтиво интересно не только как образец низкого жанра, это еще и шедевр нелинейной драматургии. Непривычный зритель отмечал, например, что убитый по ходу действия Винсент Вега оживает и продолжает действовать до конца фильма. Но что, если расположить эпизоды «Криминального чтиво» в хронологическом порядке, в порядке фабулы? Сначала мы увидим, как давным-давно капитан Кумс, которого играет Кристофер Уокен, навещая семью своего покойного военного друга, передает маленькому Бучу Куледжу золотые часы его отца. Затем, уже в наше время, герои фильма Винсент Вега, которого играет Джон Траволтер, и Джулс Уинфилд, которого играет Сэмюэл Джексон, едут забирать у банды подростков некий драгоценный груз в чемодальчике. Выясняется, что тем же вечером Винсент по просьбе криминального босса Марселлеса Уоллеса, которого играет Уин Греймс, должен отвезти в ресторан его жену Мию, которую играет Ума Турман. По дороге с дела приятели случайно убивают наводчика и заезжают к своему приятелю Джимми Демику, которого играет сам Тарантино. Отмыться и отмыть от крови слона автомобиля им помогает своеобразный кризис-менеджер, мистер Вулф, которого играет Харви Кейтед. Нервное утро будет аппетит. Винсент и Джулс навещают кафе и садятся в глубине зала. Вскоре кафе начинают спонтанно грабить вооруженная парочка, Ринго, которого играет Тим Рот, и Иоланда, которую играет Аманда Плаймер. Но все кончается хорошо. Все остаются живы, грабители уходят с добычей, а Винсент и Джулс остаются при чемоданчике и едут с отчетом к Марселусу. И только здесь наконец-то появляется главный герой фильма – Буч Кулич, который вырос и стал профессиональным боксером в исполнении Брюса Уиллиса. Но это чисто номинальный главный герой. Он настолько неинтересен, что мы бросаем его и следим за Винсентом, который едет за наркотиками к своему приятелю Лансу, которого играет Эрик Штольц. Его свидание с Мией заканчивается тем, что Мия чуть не умирает от терпизировки наркотиков. А тем временем Буч завершает договорной бой чистой победой и должен как можно быстрее бежать из Лос-Анджелеса вместе со своей возлюбленной Фабианой, которую играет Мария Демидеруш. К сожалению, выясняется, что Фабиана забыла забрать из квартиры золотые часы Буча, которые ему дороже всего на свете. Буч должен вернуть часы, но люди Марселуса уже ищут Буча. Дальше идет целиком эпизод «Золотые часы» и фильм кончается отбытием Буча и Фабиана на Чоппере. Из банальной и неинтересной фабулы со скучным главным героем, перепутав все в сюжете, Тарантино сделал очень смешной и интересный фильм с яркими антигероями. Постмодернизм в действии. Спасибо за внимание. Увидимся на камил.ру. До скорого.